Эй, привет тебе мой зритель, это твой ночной дозор. Только представь, Запорожье это не только металлургический гигант, но еще и своеобразный чемпион по количеству музыкантов на душу населения. В Запорожье и области их оказывается больше трех тысяч и добрая половина из них сбивается, как грибы после дождя, в кавер команды и пытаются разнообразить жизнь жителей нашего города. Сегодня мы увидим некоторые из них и разберемся, что же такое настоящая кавер команды. Кавер-бенд Кавер-бенд – музыкальная группа, специализирующаяся на исполнении кавер-версии музыкальных композиций. То есть, проще говоря, музыканты перепевают давно забытые старые или новые хитовые песни. Если же кавер-группа исполняет произведения только одного коллектива, то она называется трибьют-бенд. Чаще всего такие группы просто отдают дань уважения своим кумирам, а иногда пользуются славой обожаемых публикой великих музыкантов. Авось, лучик этой славы, озарит и их скромные персоны на сцене. Однако бывает так, что артист или группа дебютирует как кавер-исполнитель, а в дальнейшем исполняет оригинальный музыкальный материал или собственного сочинения, или приобретенный ранее не тиражировавшийся. Не все знают, что так свой путь к успеху начинали Джо Кокер, Дроллинг Стоунс, Юту, Апокалиптика, Хим, Дерасмус и многие-многие другие. Не брезгуют воспользоваться готовеньким и известные представители российской эстрады. Кто нам поможет, кто нас рассудит, кто нам поверит и все упростит. Ангелы в небо не пустят. Стадию кавер-исполнителей Проходят многие музыканты в начале своей карьеры. Так крепчает их талант, возрастают силы, повышается уверенность в себе и, конечно, таким образом они набираются опыта, такого необходимого в шоу-бизнесе. Однако, существуют и вполне зрелые кавер-группы, поставившие исполнение каверов своей основной задачей. Например, британская Scorpions Tribute группа Scorpions. Запорожские кавер-бенды, чтобы отточить свой талант и помериться силами, устраивают свои выступления развлекательных в заведениях города, участвуют в тематических вечеринках и частенько соревнуются в разнообразных баттлах. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, твой ночной дозор, как всегда, в поисках приключений. Мы отправляемся в ночной город. А тебе вот что могу сказать. Мы тут подумали и, знаешь, что решили. Зачем любителям заказывать на свои праздники артистов оригиналов, если можно заказать кавер-группу? Зачем платить больше, если в нашем городе есть и Нойс, и Жанна Агусарова, и Валерий Меладзе, и Алла Пугачева, и Владимир Кузьмин, и, 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 и. Еще много-много-много можно перечислять музыкантов, на песни которых существует кавер-версии в Запорожье. Но все это ты сегодня увидишь в ночном дозоре, поэтому будь внимателен, мы следим за тобой. У нашей программы очень много достоинств, но одно из главных, это то, что у зрителей ночного дозора всегда есть право выбора, альтернатива. Либо сходить на кавер-концерт Нойза МС, либо пойти и покушать шашлык. Из каждого Нойза можно приготовить шашлык, но не каждый шашлык может стать МС, поэтому идем и посмотрим. Все, пишем, пишем. Так, рядом со мной представитель одной из свежих кровей, Запорожье, Денджерпост. Андрюха, привет тебе. Привет, здорово. Не случайно мы сегодня оказались в ДОКе, знаешь почему? Ну, наверное, я думал, я тут причастен чуть-чуть, я догадываюсь об этом. Устроить и строй, порядок это отстой, Круши, ломай, тряси, дошкою пустой. Забей, разбей, и новую открывай, Давай, давай. Честное слово, я тебе мовят, Я не помню, откуда стоят крови, На моих ладонях и моей одежде, Я никогда ничего не пью прежде, Я никогда ничего не пью прежде, Успокоить их со всеми кежли. Всегда только гурно бросал босс, А не уходился на мой шумные тусы. Сразу тогда первый вопрос, почему Нойс? Почему Нойс? Ну, потому что я считал, что Ваня, он вообще, как бы, культовая личность. В последнее время кого-то так выделить, я не могу, кроме него. Подожди, а как же Киркоров, Галкин, этот, как его? Я их выделял, пока не знал Ваню, Ну, я его сейчас не знаю, пока не знал творчество. Ну, как бы, считал, что культовый чувак появился такой, довольно. Вот, как бы, Виктор Цой у нас, а кто еще русский такой сейчас, если вот по твоему мнению? По моему мнению, это, конечно же, Сергей Зверев. Но в рейтинге исполнителей моей дочери, десятилетней, Сергей Зверев на первом месте. Не, ну, Зверев тоже прикольный чувак, но я думал, у Нойса бы появилась тоже про него песня. Ну, я думал, там мата было много. Когда расскажи мне о проекте Danger Post, насколько я знаю, вы, ребята, хоть и молодые, но ужасно наглые, потому что вы уже и на одной сцене, и с ляписами, и со шнуром лопнули. Расскажи о Danger Post. Да, было такое дело, как бы, мы со своего запорощи, куда-то получилось нам дальше. Вначале играли в стиле гранж, типа Нирвана, все дела. Потом дело пошло, уже стили у нас начали совсем меняться. И в итоге, сейчас у нас я стиль не могу окрестить, ну, группу... Не, мне понравилось, у вас стиль называется Асексуал... Это было давно, Асексуал Гранж. Теперь у нас все участники, раньше они отказывались от секса, теперь, как бы, поняли, что им понравилось. Мы же тогда скрывали, кто отказывается, но не хотели. Ну, такова была. Это не ты? Нет. Дорогие зрительницы проекта Ночной Дозор, знайте, что конец эпохи Асексуал Гранжу положил этот человек и еще некоторые люди из команды Danger Post. Ну, а теперь непосредственно переходим опять-таки к Нойзу. Что вы сегодня будете лобать? Я буду сегодня играть вещи буквально со всех его альбомов. Прикольно я тебя на высес назвал. Что вы сегодня будете лобать? По этим правилам проводим этот вечер, рок это круто, но рэп в вечер, короче, все понятно, но кто не знает, я иди работаю, все отдыхают. Я такой вопрос. Как музыкант, человек, который взял в руки инструменты и понимает, что у него получается не давать какие-то правильные звуки, как приходят команды к каверам? То есть это необходимость сначала что-то лобать чужое, грубо говоря, нагревать руку, а потом что-то свое? Или, ну, как бы, чужое я лобал еще, тогда, наверное, мне было поменьше лет, но много, когда своего не было, потом начали появляться свои песни. Сейчас полностью себя кавербендом, ну, участником кавербенда я назвать не могу. Я играю, сейчас мы на МОЗМС кавербаде находимся только потому, что мне это интересно. Дорогие фанаты Димы Билана, Валерия Леонтьева и Лолиты Милявской, Сегодня вы увидели то, что можно увидеть только один, один единственный раз. Мы едем дальше, впереди у нас капиталист, а ты, пожалуйста, не скучай и смотри, внимательно смотри «Ночной дозор». Зритель, наконец-то сенсация в «Ночном дозоре» прямо за моей спиной. Собрались врачи, металлурги, учителя и многие-многие-многие трудовые профессии нашего города, несмотря на пол, возраст, вероисповедание, на политические взгляды, они требуют только одного поскорее, поскорее начать продажу билетов на концерт Эрики. Ну, сейчас я пойду и попробую пробить какой-нибудь один свободный билетик. Мы по дороге в Bowling Palace Capitalist, где сегодня состоится концерт певицы Эрика. Для тех, кто не знает, это девочка, которая прошла все жернова настоящего шоу-бизнеса, школа, фабрики «Звезд-3». Не случайно мы отправимся к Эрике в гости поговорить о кавер-командах, потому что именно Эрика начинала свою творческую дорогу, свой творческий путь, как исполнительница в кавер-команде. Ну что, мы в «Капиталисте». Впереди у нас большое, грандиозное, самое главное, очень волнующее интервью с Настей Кочетовой, она же Эрика, она же победительница в 14 лет «Червоной руты», она же в 17 лет победительница фестиваля молодых талантов в Америке, Америка Год Тайланд. Она же, она же, она же сегодня с нами на интервью, и мы же узнаем все-таки от человека, который состоялся в шоу-бизнесе, что такое кавер-школа и с чем, собственно говоря, это все и звучит. Пойдем. Добрый вечер. Мужика реально заважает, как бы можно было сделать тихийше. Сегодня рядом со мной Эрика, я хотел тебя спросить. Вот. В Запорожской области оказывается три тысячи музыкантов, и половина из них занимается кавер всяким вот. Ты же этим жила когда-то? Зарабатывала этим на жизнь? Конечно, конечно. Да, люди добрые. Кто не прошел это? Ну, это разве что те, кто не... Давайте разднем это отвечать на вопросы. Ну, рестораны, накуренные помещения, там, когда подходит толстый дядька и говорит, мам, малышка, да, это Малегра был. И ты такая, говоришь, да я не пою это, я же пою западную музыку, я люблю качественную, фирму люблю. Да нет, ну давай, ну и ты поешь, потому что ты поешь. И там шальная императрица, в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Как будто вечно ночь будет длиться, как будто разочарование не наступит новым днем. Припнешь постоянно, голос садится, потому что орешь беспробудно, не своим же голосом, потому что ты поешь чужие композиции. Лепса, конечно. Конечно, если лепса, то, собственно, девочка маленькая, худенькая, лепса дает. Ну, в общем, было, но это клевый период. Я вспоминаю это и очень даже, на самом деле, укрепило мои нервишки. Потому что тот, кто сразу пришел на, знаешь, на постеленную красную дорожку, и как бы все сделали за него, ну а что же потом? Не дай бог что, и он уже, как бы, собственно, не сможет ничего сделать сам. Я не буду с тобой, как бой, ты мне не нужен, ты не совсем чужой. Я не буду с тобой, как бой, попал ты в лужу, и ты не мой герой. Не обязательно проходить школу кайверов, на самом деле. Можно и без этого, но для того, чтобы осознать всю тяжесть и соль, ну и кайф, в том числе профессии, в которую вы хотите все-таки запрыгнуть. А, судя по всему, петь хотят сейчас все, это очень модно и актуально. Вот это самое главное. Всегда наша Эрика. Он так всегда делает, да? Ты уволен. Работаем дальше. Бэд, бэд, бэд. Солнце в моих долонях и в телефоне твоя смехнется эсэмэска. Смайли, малюю злову, все будет клево. И с мих наколо уснебивься. На-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на. На-на-на-на-на, на, на-на-на-на-на, на-на-на-на. Ты ушла от меня в своем оранжевом плаще, ну ты даешь вообще, ну ты даешь вообще. Это твой ночной дозор. Ровно через неделю мы с тобой обязательно увидимся на ТВ-5. Жди. Я даже хотела бы, наверное, чтобы наши журналисты были более наглыми, потому что вы очень хорошие все. Продолжение следует...